Мобильное приложение госуслуги.дом позволяет гражданам не только участвовать в жизни своего дома, но и взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями онлайн, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. В приложении можно передавать показания и следить за историей расходов в одном месте, направлять заявки в управляющую организацию и оперативно получать ответ, просматривать и оплачивать счета за ЖКУ, участвовать в юридически значимых общедомовых собраниях онлайн, контролировать график работ по капитальному ремонту, проверять, все ли услуги оказывает управляющая компания. Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Данные о недвижимости пользователя загрузятся автоматически. В случае отсутствия информации необходимо вписать данные самостоятельно и направить заявку в мобильном приложении. В Самаре прошла областная ярмарка вакансий. Информирует Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. Среди пришедших на ярмарку много студентов. Вакансии им предложили промышленные предприятия региона, в их числе ведущие организации оборонно-промышленного комплекса, заводы «Прогресс», «ОДК Кузнецов», «Авиаагрегат». Объемы производства на предприятиях растут благодаря госзаказу. Сейчас они особенно нуждаются в новых кадрах. В десятках стран мира отмечают Международный день школьных библиотек. Он был учрежден в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО и отмечается в 4 понедельник октября. В этом году праздник выпадает на 23 число. В одной из школ железнодорожного района номер 174 имени Зорина работает библиотекарем добродушный человек Ольга Васильевна, которая по совместительству преподает в школе, ведет уроки в начальных классах. Жизнь библиотеки всегда насыщена. Проводятся различные мероприятия на школьном и районном уровнях. Викторины, беседы, поэтические вечера и литературные гостиные. Работе библиотекаря часто помогают учителя русского языка и литературы, классные руководители и обучающиеся. Не остаются в стороне и родители, которые активно участвуют в мероприятиях в качестве зрителей. А также помогают с подготовкой костюмов, сообщает телеграм-канал железнодорожного района.